Позиция, которую придумал Бекенбауэр, как будто она более распиаренная, мягко говоря. Это придумывание, изобретение позиции свободного защитника, Либера и так далее. Давай про Бекенбауэра поговорим, которого тоже не стало на этой неделе. Я просто придумал шутку, что Загалла изобрел позицию, которую я описал, а потом Адриан Рабьё убил эту позицию. Неплохо. Это как раз-таки очень плохо, но я уже не сдержался. Кто убил позицию Бекенбауэра? Позицию Бекенбауэра время убило, но лишь частично. Давай по порядку, наверное, разбираться. Тут точно удобнее с доской. Сразу прямо окунаемся в тактику Бекенбауэра и в его позиции, его влияние. То есть, что тут, наверное, важно учитывать в самую первую очередь? В самую первую очередь, наверное, нужно учитывать то, что в то время была персональная опека по всему полю очень распространенным явлением. Единственное, кто оставался без опеки, это свободный страхующий защитник. То есть, и до Бекенбауэра, вот если просто нарисовать схемку, было такое соотношение очень часто, что вот свипер, либеро, как угодно, там, последний защитник, свободный защитник, можно называть. Эта позиция как бы была, но вот не было роли. Это того образа, как эту позицию начал интерпретировать Бекенбауэр. То есть, это просто каждый играл с каждым персонально, а задачей этого игрока была просто страховка, чтение в качестве свободного игрока. Но Бекенбауэр, в чем вот его уникальность, он, оказавшись на этой позиции, он вначале был и полузащитником, и даже ближе к атаке располагался. И были стартовый сезон у него весьма результативные. То есть, понятно, что у него талант был для того, чтобы играть в любой точке поля. Но он посчитал, что с этой позиции он сможет оказывать максимальное влияние на игру. И в итоге переместился сюда и был диспетчером команды, который стартует в этой позиции. У него для игры в этой зоне было, конечно, уникальное качество, которое сводило к тому, что если он начинает проход, когда он разгонится, с мячом его очень тяжело остановить. Но, следовательно, он мог доходить до практически любых зон, учитывая, что он по распределению оппонентов сначала был свободным, пускай вот в этой глубокой позиции, но свободным. А потом уже разогнался, и его очень тяжело остановить. Ведь это вот стало его фирменным приемом, и он просто, по сути, нашел креативный ответ на вопрос, откуда мне мой фирменный прием можно воплощать, удобнее всего, оказывая наибольшее влияние на игру. Но в итоге он делает такой рывок, проход, и либо сам сольно может доходить до любых точек, либо постепенно разгружает соперников, разгружает партнеров, вынуждая соперников, кого-то из них реагировать на свое движение. И мне кажется, что очень показательно, что карьера Бекенбауэра могла, на самом деле, пойти по более классическому для просто вот самого одаренного футболиста в своей команде. Как правило, такие футболисты становились десятками, либо атакующими футболистами другого типа. Бекенбауэр тоже мог в эту сторону уйти, но он мыслил иначе. Он мыслил шире, мыслил вне шаблонов. Он отдельно рассказывал как о Факетти, который был тоже очень агрессивным атакующим защитником, но он как левый защитник стартовал в интере. Да, по сути, вот тут вот внешний левый защитник и делал резкие рывки вперед. Как Факетти его вдохновил на создание позиций, он просто видел, что если ты делаешь такие внезапные рывки из этой зоны, это тоже дает определенные плюсы. Но это также тебя ограничивает, поскольку ты не можешь уйти принципиально дилея. То есть ты можешь уходить в правую часть поля, но у тебя одно направление закрыто, поскольку тут боковая линия. Если делать то же самое из центра, то перед тобой открывается все поле, и ты можешь очень по-разному влиять на игру. Бекенбауэр таким образом на игру максимально влиял. Нет, ну амплуа это существовало, но оно было скорее страхующему линию, а не начинающим и развивающим атаки, правильно? Абсолютно верно, по-моему, я об этом и упомянул. Бекенбауэр, по сути, был и квотербэком, и ресивером в одном лице. Иногда я квотербэк, и сам таймс квотербэк, сам таймс ресивер. Недаром уехал в Америку в итоге. Да, и ты как-то начал вспоминать Гатуза. Почему? Когда? Нет? Я не говорил слова Гатузы. Нет, мне кажется, ты цитировать с него начинал. А, сам таймс, нет, это другого выдущегося футбольного деятеля я цитировал. Слушай, я бы, наверное, это резюмировал для полноты понимания того, как играли в великие той эпохи. Мне кажется, что вот если взять три футбольные иконы, Марадон, Кроев и Бекенбауэр, все они по-разному отвечали на вопрос, как они играют против опекуна. То есть Марадон говорил «Я тебя порву». То есть он приветствовал дуэли один в один. Он просто мог обыграть любого, при любом уровне группости мог выиграть индивидуального дуэли, поэтому был великим. А Кроев говорил что-то в духе «Я тебя перехитрю». То есть он обыгрывал своих оппонентов при плотной опеке, при персональной опеке. Он обыгрывал их за счет того, что он двигался очень хитрым образом и постоянно их уводил. Или, может быть, даже про него лучше всего сказать, чтобы понять его роль. «Я тебя столкну с твоим же партнером». То есть я так буду двигаться, что ты столкнешься со своим же партнером. Это подход Кроева. И у Бекенбауэра, по сути, один выезжает на таланте, другой выезжает на таланте плюс понимание игры. Но надо учитывать, что у Марадона просто самый большой талант был, поэтому он мог выезжать на таланте. А у Бекенбауэра вообще что-то вне этих рамок. «Я устраню эту дуэль, я сделаю тебя незначимым», он говорит сопернику. «Когда я до тебя доберусь, ты уже ничего не сможешь сделать», он говорит таким образом сопернику. И у каждого, по сути, это футболисты, опять же говорю, изначально они могли пойти по примерно одному пути и состязаться, скажем, в одной игре. Но Бекенбауэр в прямом и переносном смысле просто перевернул эту игру, стал защитником. Наверное, мы еще мало сказали про его оборонительные качества, но они тоже по тем меркам, учитывая, что он еще был страхующим защитником, они были на отличном уровне. Но, конечно, главное, что он делал, это вот он таким образом мыслил, и он таким образом переворачивал игру во всех отношениях. А в этом диалоге Пеле принимал участие? В этом диалоге Пеле не принимал участие. Ну, то есть, диалогом это ты назвал, но Пеле чуть раньше все-таки играл. Кто кого, хорошо. Но просто ты, когда описывал «я тебя это», «я тебя это», ну, по отношению к соперникам и называл их иконами, я думаю, хорошо, а где… Но Пеле все-таки большую часть карьеры был нападающим, а все эти футболисты начинали как полузащитники, но по-разному пришли к своему величию. Вот, да, спасибо, что уточнил. Наверное, вот таким образом нужно тут закрыть это сравнение. Субтитры сделал DimaTorzok